В твиттер-аккаунте ЦРУ недавно появилось объявление о наборе в разведслужбу русскоязычных сотрудников, сообщает Алпоис. Причем, как отмечает издание, этот твит по своему тону напоминает холодную войну, только версии 4.0, для соцсетей. Центральное разведывательное управление США запустило напоминающую о временах холодной войны кампанию по набору русскоговорящих сотрудников, пишет Алпоис. Все дело в ваших знаниях. Знаете русский? Вы гражданин США с высшим образованием? Хотите служить своей стране? Сообщение с такими словами было опубликовано недавно в твиттер-аккаунте ЦРУ. Причем по тону это объявление напоминает о холодной войне, только версии 4.0, для социальных сетей, указывает издание. Вашингтон и без того полон различных интриг, говорится в статье. Столицу США считают одним из городов мира, где больше всего шпионов на квадратный метр. Это царство лобби посольств, где грань между дипломатом и разведчиком тает, как кусочек сахара в кофе. Однако в последнее время напряженность с Россией выросла до такой степени, что она стала напоминать о былой борьбе, которую в течение нескольких десятилетий вели между собой лидер Запада и советский блок. И вот теперь ЦРУ ищет дополнительный персонал со знанием русского языка, пишет ЛПИС. Разведслужбы США обвиняют Кремль во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в Америке, утверждая, что с помощью кибератак и пропаганды российские власти хотели поспособствовать победе Дональда Трампа. И, по мнению представителей разведки, Москва также попытается повлиять на предстоящие выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре этого года. Администрация экс-президента Барака Обаму в декабре 2016 года, в последние дни своего правления, выдворила из страны 35 российских дипломатов в связи с вмешательством Москвы в выборы. А в марте этого года Вашингтон выдворил еще 60 дипломатов в качестве наказания за отравление бывшего российского шпиона в Великобритании, поскольку в случившемся все обвинили Россию. Эпизоды, подобные этому, не говоря уже о воскресшем на прошлой неделе на Украине журналисты, могли бы стать сценарием для успешного сериала о шпионах американца, который только что завершился в США. Но реальность превосходит вымысел. В отношении команды президента Трампа в его собственной стране сейчас ведется расследование из-за возможного сотрудничества с российской разведкой, пишет Элпоис. Публикуем в Твиттер актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией НОПФ источник Элпоис Испании Европы Теге Барак Обама Великобритании Дональд Трамп разведка США ЦРУ. Продолжение следует...